Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании «Роско Консалсинт Аудит». На территории России, начиная с марта 2022 года, действует специальный порядок заключения сделок с объектами недвижимости, участниками которых являются граждане из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Как зарегистрировать сделки в группе продажи объектов недвижимости между физлицами, один из которых может быть участником из недружественной страны? В каких случаях не требуется одобрение сделки правительственной комиссии? Подробнее отвечаем на эти вопросы в этом видео. Важно знать, что особый порядок не действует, если сделки проводятся между физлицами, которые являются резидентами дружественных нам стран. К недружественным странам относятся Андорра, Австралия, Албания, США, Великобритания, Канада, Исландия, Швейцария, Украина, Монако, Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Черногория, Норвегия, а также ряд других стран. Физические лица из этих стран, а также граждане других стран, работающие на компании из недружественных стран, не могут свободно заключать сделки с недвижимостью на территории России. Кстати, ООН предоставила рейтинг самых счастливых стран мира. Узнать, кто в него вошел, вы можете в этом видео. Переходите по ссылке и смотрите. Как заключить сделку с иностранцем из недружественной страны? При заключении договора купли-продажи недвижимости участники сделки самостоятельно определяют ее условия с учетом действующего законодательства. Если сделка подлежит нотариальному удостоверению, то документы и проект договора должны быть предоставлены нотариус. При совершении сделки купли-продажи объектов недвижимости, если в них принимают участие граждане из недружественных стран, необходимо получить одобрение правительственной комиссии, иначе сделку не зарегистрируют в Росреестре. Банк России установил лимиты на сделки с российскими акциями для компаний из недружественных стран. Ограничения затрагивают сделки по покупке российских акций, облигаций и долей в ПИФах, купленных на бирже до 1 марта 2022 года. О всех важных изменениях и новостях мы оперативно рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Для получения разрешения нужно придерживаться определенного алгоритма. Подробнее об этом расскажет юрист компания «Русска» Дарья Потапкина. Первое – подать заявление в Минфин Российской Федерации до совершения сделки с недвижимостью. Порядок выдачи разрешений и формы заявления приведены на официальном сайте. В заявлении нужно указать участников сделки, сумму и условия сделки. К заявлению нужно приложить дополнительные документы – это паспорт физического лица, документ, в котором содержатся сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и приведены на русский язык с заверением у нотариуса. Второе – отправить заполненные заявления и документы можно по электронному адресу при условии подписания электронной цифровой подписью, по почте, либо наручно по адресу Москва, улица Ильинка, дом 9, 5-й подъезд, кабинет 121. Впоследствии полученное разрешение включается в пакет документов, подаваемых на регистрацию сделки в Росреестр. Пакет документов с разрешением можно направить через личный кабинет на официальном сайте Росреестра в МФЦ у нотариуса, либо подать лично. Движение заявления граждане могут отслеживать на сайте Росреестра в разделе «Проверка исполнения запроса заявления». Дождаться решения комиссии. Комиссия либо выдает разрешение на одну сделку или несколько сделок с недвижимостью на конкретный, либо на неопределенный срок, либо отказывает в выдаче разрешения. Ищите надежного партнера для договорной работы? Наши юристы обеспечат профессиональную подготовку и проверку ваших контрактов, минимизируя риски и защищая ваши интересы. Воспользуйтесь нашими услугами для спокойствия и уверенности в каждой сделке. Доверьтесь экспертам и сосредоточьтесь на развитии бизнеса. Свяжитесь с нами уже сегодня. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не пустите шанс сэкономить. Используйте промокод YouTubeRosco и получите скидку 15% на все наши услуги. Вся необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте, действуйте прямо сейчас. В каких случаях можно провести сделку с недвижимостью без разрешения комиссии? В отличие от участников сделки компаний, для сделок между физическими лицами-нерезидентами из недружественных стран сделано послабление. Так не нужно получать специальное разрешение на регистрацию сделок, если объекты недвижимости безвозмездно приобретают физические лица, являющиеся резидентами. В данном случае речь идет о валютном, а не о налоговом резидентстве. К резидентам относятся граждане России, иностранцы и лица безгражданства, имеющие ВНЖ, вид на жительство, российские компании, филиалы, представительства, открытые за рубежом. Например, иностранец, ВНЖ, безвозмездно получил у российского гражданина объект недвижимости в России. Объекты недвижимости, включая строящиеся объекты, находятся за рубежом. Особый порядок действует только в отношении недвижимости, находящейся на территории нашей страны. Расчет по сделке купли-продажи недвижимости осуществляется по зарубежному счету или вкладу резидента, и сведения об этом счете или вкладе, раскрытые российским долговикам. Резиденты Российской Федерации, имеющие зарубежные счета в банках, а также брокерские счета, ценные бумаги и иные зарубежные финансовые активы, должны предоставлять налогую инспекцию, специальный отчет. Такой отчет предоставляется до 1 июня следующего года налоговым органам. Продаются объекты недвижимости иностранцу. Покупается недвижимость у иностранца при условии зачисления средств по сделке на счет тип С. Это особые счета, которые открываются банком-нерезидентом. Счет типа С открывается только в пользу продавца объекта недвижимости. Режим работы банковского счета разъяснен на официальном сайте Центрального банка. А вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для вашего бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите на кнопку подписки прямо сейчас. Покупается недвижимое имущество у резидентов. Например, иностранец из недружественного государства может купить недвижимость у резидента Российской Федерации. Происходит безвозмездная передача объектов недвижимости между супругами либо близкими родственниками. Близкими родственниками являются родители, в том числе усыновители, дети, в том числе усыновленные, дедушка и бабушка, внуки, братья и сестры, в том числе полнородные и неполнородные. При совершении подобных сделок пакет документов предоставляется в Росреестр без специального разрешения. Подведу итоги. Если резидент приобрел объекты недвижимости у иностранца из дружественного государства, например, Турции, то ему не нужно получать одобрение сделки у правительственной комиссии. Но если гражданин из недружественного государства приобрел ценные бумаги, либо доли компании из недружественной страны, то на осуществление сделки с недвижимостью нужно получать одобрение правительственной комиссии. Ограничения в части заключения сделок с недвижимостью также распространяются на физических лиц, которые имеют гражданство недружественного государства, зарегистрированные в недружественном государстве, лица, которые контролируются иностранцами из недружественных стран, либо которые зарегистрированы в других странах. В ряде случаев резиденту физическому лицу не нужно получать одобрение правительственной комиссии. Перечень таких сделок прописан в указе президента. На этом все. Хотите узнать больше? Плейлист иностранным инвесторам в России «Ваш путеводитель по российскому рынку». Основные темы – налоги, законы, банковская система и госорганы. Узнайте о ключевых инвестиционных возможностях и секторах. Большое спасибо, кто досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Остались вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании «Роско» ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Будь с «Роско». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...